Ту-154Б2 готовится к вылету из Сочи. Я ему говорила, говорю, Володь, опасно. Самолёт на высоте 231 метр перешёл на снижение. Мне казалось, что я с ней умер. Вину за происшедшее следствие возложила на командира экипажа майора Волкова. Он был готов к любой критической ситуации. Ну а теперь представьте себе, что человек не спал 10-15 часов. Мы знаем, что заключение было составлено. Поздравление с Новым годом военнослужащих в Сирии. Почему-то связано с государственной тайной. У меня в руках распечатка документа, который в 2017 году анонимно утёк в сеть. Мы прекрасно понимаем, что это не то, что нам рассказывают. Привет, друзья! Мы в Сочи. Погода, как видите, для декабря тут просто великолепная. А повод, почему мы сюда прилетели, совсем не весёлый. Почти ровно три года назад, 25 декабря 2016, здесь разбился самолёт Ту-154 российских ВВС. Он направлялся в Сирию на авиабазу Латакия. Вы помните, наверное, ту историю. В районе Сочи разбился самолёт Минобороны, на борту которого находились 92 человека. Обломки самолёта уже обнаружили в Чёрном море, на удалении примерно полутора километров от береговой линии. Погиб почти весь хор Александрова. Вот их фамилии. Этот памятник открыт совсем недавно, в 2019 году, стараниями родственников погибших. Следствие продолжалось всё это время. Его первые результаты были обнародованы примерно через полгода после катастрофы в мае 2017 года. Вину за происшедшее следствие возложило на командира экипажа майора Волкова. Его фамилия здесь стоит первый. Потом следствие несколько раз продляли, и информация становилась всё меньше и меньше, она затихала. Совсем недавно мы узнали, что осенью 2019 года, вот буквально несколько недель назад следствие официально прекращено за отсутствием события преступления, и об этом не объявлено, потому что в материалах дела есть сведения, составляющие государственную тайну. Я, как вы, возможно, знаете, человек недалёкий от авиации, я первый раз сталкиваюсь с ситуацией, что официальное заключение об итогах авиакатастрофы не объявляется, потому что там есть что-то секретное. Но мы люди законопослушные, к тому же к гостайне недопущенные, однако постараться разобраться, что там произошло, и вспомнить погибших людей мы, безусловно, право имеем. Мой дом – моя крепость. Как и многие, я дома чувствую себя наиболее защищённым. Но с современными крепостями могут произойти различные современные неприятности. Вас могут залить соседи, не дай бог может случиться пожар или кража, ну или просто замыкание электропроводки. И тогда ты уже не можешь сидеть так вольготно, раскинувшись на диване и поедать манго. Когда думаешь об этом, в голову, конечно, сразу приходят мысли о страховании. Но лично у меня, как думаю, и у многих, эти мысли сразу улетучивались. Отлично. Как только вспомнишь процедуру, нужно найти время, поехать в какой-то офис, перед этим собрать кучу документов, взять в этом офисе талончик, отсидеть очередь. И это я ещё не говорю про стоимость всей этой истории, во сколько страховка встанет. Но тут я открыл для себя манго страхования. Это, знаете, такая страховая компания нового типа, супероткрытая для клиентов и с минимумом бюрократии. Для оформления не надо ехать ни в какой офис, а ещё круче обстоят дела с самым главным, со страховыми выплатами. В большинстве случаев достаточно написать в поддержку, скинуть им фотографии, а и всё. А ещё манго страхования достаточно хорошо платят. Столько, сколько нужно, чтобы купить новые вещи. Ну и не могу не сказать, что сейчас у манго проходит акция «Ковёр». Каждый может получить два месяца подписки на страховку бесплатно, а также покрытие от забавных домашних ситуаций. Например, если вы потеряли пульт от телевизора. Где мой пульт? О. Или если вы уехали, забыли полить цветок, и он завял. Цветка у меня нет, к счастью. Или если даже вы, сейчас серьёзно говорю, если вы потеряли носок, носок потеряли, манго обещает страховку до 4 тысяч рублей. У других страховых компаний такого покрытия просто нет. Подробности смотрите в описании. Отмечу, что оформить страховку могут только совершеннолетние. Но если вам повезло и вам меньше 18 лет, расскажите про манго страхования родителям. Почему бы и нет? 25 декабря 2016-го. Ту-154Б2 – одна из самых распространённых модификаций самого массового из производившихся в СССР гражданских самолётов, готовится к вылету из Сочи. Командир экипажа – 35-летний Роман Волков, лётчик первого класса с общим налётом более 3 тысяч часов. Второй пилот – 33-летний капитан Александр Ровенский. Кроме них в экипаже два штурмана, два бортинженера, бортмеханик и бортрадист. На часах 5 утра, до рассвета ещё больше двух часов. Роман много летал. Он был первоклассный лётчик. Когда Крым стал наш, он стал часто туда летать. Когда Сирия в 2015 году началась, полёты были частые, регулярные. То есть видели редко, но встречи были запоминающиеся. Ту-154 с бортовым номером 85572 выпущен в 83-м и сразу передан Министерству обороны, где и летал следующие 33 года. Возраст самолёта не должен удивлять. Во-первых, летают самолёты и намного старше. Во-вторых, все узлы и агрегаты любого самолёта ресурсные. То есть по истечению определённого времени они заменяются. И по таким же жёстким графикам проходят техобслуживание и ремонт. Короче, борт полностью исправен. Как и все прочие самолёты, этот «Туполь» много раз попадал в объективы. Есть много его фото, есть много видео. Вот оно. В ту ночь он прилетает в Сочи на дозаправку. От Чкаловского, это подмосковный аэродром, где базируется 223-й лётный отряд, к нему приписан самолёт до Сирии. Ту-154-й может долететь и так. Но насколько мы знаем, план был такой. Не заправляться в Латакии, залиться в России так, чтобы хватило и на дорогу туда, и на дорогу обратно до промежуточной посадки в России же. Самолёт без происшествия долетает из Чкаловского до Сочи и здесь находится около полутора часов. По данным следствия, к ним мы ещё неоднократно вернёмся, кроме дозаправки, там больше ничего не происходит. Пассажиры из самолёта не выходят и в самолёт ничего не грузят. По заявлению Центра общественных связей ФСБ, из груза на борту в ту ночь только багаж пассажиров и ещё 150 килограммов продуктов питания. Цитирую. «Военных грузов, грузов двойного назначения и пиротехнических средств не было. Запомним это сообщение ФСБ». Самолётов в ту ночь летит два. Первый тоже дозаправляется в Сочи и добирается до Латаки без происшествий. Основная миссия второго – доставить в Сирию участников новогоднего концерта для российского военного контингента. Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова очевидный, но я бы даже сказал, неизбежный участник. Мы в Протвино, это примерно 100 километров от Москвы. Вот эта музыкальная школа, где учился Кирилл Давыденко. Он пел в хоре Александрова, был на борту в ту ночь. Его мама Елена стала одной из главных активисток в группе родственников погибших. И она, кстати, один из тех людей, благодаря которым был открыт тот памятник в Сочи, который вы уже видели. Нам не дали сделать мемориальную доску. Не дали? Не дали. То есть мы ходатайствовали, а… Администрация Протвино? Да. Они 27 февраля приняли другое положение по увековечению памяти, в котором пишется, что только после пяти лет после смерти. Поэтому мы сделали такой стенд со всеми ребятами. Ну, как бы вот Кирилл, потому что он наш выпускник. Словно ребёнка за ручку сперва, песню гонить ночи… У него не было семьи, я правильно понимаю? Не было семьи, он только получил квартиру и очень радовался этому событию. Мы только-только сделали ремонт, какие-то планировали ещё ремонтные работы, потому что ещё как бы новостройка. Он собирался уже после поездки в Сирию увольняться из ансамбля и строить свою мечту, оперную карьеру, она у него была всегда. Я говорила, хорошо, ты уходишь, но нужно уходить куда-то. То есть нужно найти это место, где бы ты был востребован. Поэтому он как бы смиренно относился к тому, что пока есть такая работа. То есть это моё начало, и у меня будет продолжение. В ансамбле Александрова ему нравилась атмосфера. То есть двухкомандный был хороший в ансамбле? Очень хороший. И он говорил, что там настоящие мамужики. Там нет вот голубизны, вот такой вот. В сирии? Да. Там вот настоящие мужики. У всех по несколько высших образований. И дети такие, что они с детства всегда в работе. Мы приехали в детский хореографический ансамбль «Калинка». Трое его выпускников и двое сотрудников летели тем рейсом в Сирию. Сейчас здесь, в «Калинке» занимается сын одного из погибших артистов балета ансамбля имени Александрова Владислава Попова. Он еще, когда был совсем маленький, очень любил смотреть папины танцы. И Слава брал его на репетиции с собой, на концерты несколько раз. А дома он пересматривал видео и пытался повторить какие-то движения, трюки. Было видно, что ему это нравилось. Муж, глядя на это, говорил, что неужели тоже будет еще один танцор у нас. У него действительно прекрасно получалось. Я думаю, что было бы и будущее большое, потому что он планировал получить образование балетмейстера. То есть планы, мечты были. Вместе с артистами в самолете создатель фонда «Справедливая помощь» доктор Лиза, как ее все называли, Лиза Глинка, один из ключевых людей в российской благотворительности. Она везет в Сирию медикаменты и гуманитарную помощь, собранную ее фондом для пострадавших в сирийской войне. Она уже и до этого ездила в Сирию. И точно так же ездила в Донбасс, когда там началась война, и вывозила оттуда детей. Ее за это яростно хейтили. Мы об этом сегодня обязательно поговорим. Лиза всегда отвечала, что благотворительность вне политики. То есть если для того, чтобы помочь кому-то, нужно сотрудничать с властями, она будет сотрудничать. Так доктор Лиза оказывается в этом самолете. Лиза одна же из первых вообще в России начинала заниматься социальными проблемами. И Лиза, конечно, такой человек, который не просто с флагом бегала, она била во все колокола. Вот же в чем дело. Она била во все колокола и хваталась за любое, все, что можно, где можно помочь, там нужно помочь. Даже если ты не можешь помочь, если не умеешь помочь, не знаешь, как помочь, надо помочь. И это, конечно, совершенно бессистемность, но Лиза просто, она вот так делала, потому что она не могла по-другому. И это, конечно, очень сильно продвинуло российскую благотворительность, потому что многие через Лизу вообще узнали об благотворительности. Чужая горя была ее горя. В буквальном смысле. Она не могла, не могла иначе, не могла мимо проходить. С ней было иногда достаточно сложно по улице ходить. Ну, если какой-нибудь там бездомный, она сразу к нему. Да? Ну, конечно. Потрясающая история. Глеб, соответственно, муж Елизаветы Глинки, прожили они 30 лет. Отец Глеба был военнопленный красноармеец, который попал в плен. Потом его освободили американцы. Он не вернулся в Советский Союз уже, когда Глебу было 6 лет, они переехали в Америку. Глеб стал успешным адвокатом. Уже в 80-х, Глебу было уже около 40-ка, он приезжает в Россию, где обнаружилась его сводная сестра, и тут знакомится с Елизаветой. Правильно? Очень метко. Все выходные, каждые выходные мы вместе проводили. Она летом на даче копалась в саду, цветы какие-то выращивала. Дома, когда она была здесь, она и готовила, или окна чистила. Единственный раз, когда она дома не была, а на выходные был этот последний полёт. Вообще, в моём кругу эта катастрофа для многих оказалась личной. И несмотря на то, что я не работал уже на НТВ 3 года, когда всё произошло, я некоторых из тех, кто там погиб, знал лично. Я помню оператора Олега Пестова, который был в том самолёте. Я не был знаком с продюсером Михаилом Лужецким, он работал на НТВ уже после того, как я оттуда ушёл. Я выяснил, что в этом самолёте должен был лететь мой хороший друг и коллега Гарри Книгницкий. Он сейчас работает на РТВА в Нью-Йорке. Мы с ним долго вместе работали на НТВ, потом я ушёл, потом Гарри тоже с НТВ свалил. Я ему позвонил, и действительно выяснилось, что Гарри должен был быть в том самолёте. Непосредственно в тот день, это было накануне, 24 декабря, мне позвонили секретариаты и сказали, слушай, выручи нас, пожалуйста, нужно срочно полететь в Сирию на буквально сутки, на один день, бортом Минобороны. Мы знаем всю твою историю, но тебе не надо будет бегать по полю боя, условно говоря. Там почти паркетная протокольная съёмка, то есть это, в общем-то, даже и не война, просто слетай буквально сутки. И мы тебе дадим отгул. То есть что такое для человека на Новый год получить для журналиста отгул, не сходить на работу 31 декабря или 1 января, это было очень заманчивое предложение. Но ситуация тогда осложнилась тем, что мы накануне с другом очень хорошо посидели, и я не очень хорошо себя чувствовал. Это во-первых. Во-вторых, я обещал брату, что мы нарядим ёлочку. Из-за данного ему обещания я просто вынужден был отказать. И, собственно, не полетел. Что за человек был, Олег? Я не работал с ним. Мы только так шапочно были знакомы. Это человек, который безумно любил войну, ездить на войну. Любил войну? Вот именно так? Любил войну? Очень, да. Но работать на войне. Он любил работать на войне. Это было его. При этом он был парень, с ним не соскучишься, абсолютно весёлый, бодрый, никогда не терял оптимизма ни в какой ситуации. Обычно оператор считается ленивее корреспондента. Корреспондент должен его заводить и говорить «давай, пошли!» Ну чего ты? Тут была другая ситуация. Там вплоть до того, что я не могу, я устал сколько можно, мы не спали двое суток. Он «ты чего? Давай, давай!» Человек при этом старше меня. 5.20 утра. Ту-154 рулит на взлётную полосу. Здесь возникает первая непонятная ситуация. На что мы опираемся обычно, когда рассказываем о какой-либо авиакатастрофе? Основной и главный документ – это всегда заключение комиссии по расследованию. Как правило, сначала опубликуют предварительное заключение, потом через какое-то время окончательное. В этом документе подробнейшим образом расписана и проанализирована вся ситуация. Чтобы сделать это, комиссия работает с чёрными ящиками – параметрическим самописцем, который фиксирует все параметры полёта, и речевым самописцем, который записывает переговоры в кабине. Разумеется, анализируются и другие факторы, но эта расшифровка бортовых самописцев – самое основное для любого расследования. Для чего проводится расследование? Расследование проводится не для того, чтобы кого-то наказать или кого-то осудить. А основная идея расследования по всем документам ИКАО – это выяснить причину катастрофы. Для того, чтобы провести разбор полётов и в дальнейшем, чтобы этого не случилось. Вот это основная задача расследования. Мы знаем, что оба бортовых самописца Ту-154 были подняты со дна и были расшифрованы. Мы знаем, что заключение было составлено. Но, как я уже сказал в самом начале, оно засекречено. Официального документа у нас нет. Поэтому опираться мы можем лишь на то, что было в открытых источниках. А там было довольно много всего. Ещё в 2017 году в сеть анонимно выложили доклад Сергея Байнетова. Это начальник службы безопасности полётов, авиации и вооружённых сил. Были многочисленные сливы в разные СМИ. И по ним, а также по официальной пресс-конференции Минобороны, которая тоже была в 2017-м, мы можем рассказать официальную версию происшедшего. О её убедительности поговорим позже. В процессе руления за автомобилем сопровождения КВС испытывал затруднение в определении своего местоположения на территории аэродрома, связанное с его представлением о предстоящем курсе взлёта. В 5 часов 24 минуты 36 секунд экипаж приступил к взлёту на взлётном режиме работы двигателей с курсом 238 градусов. Аэропорт Сочи имеет важную особенность. И взлёт, и посадка здесь происходят в одном направлении. Что я имею в виду? В подавляющем большинстве аэропортов, вы, наверное, это и сами видели, самолёты взлетают и садятся то в одну сторону, то в другую сторону. Это зависит от ветра. Но в Сочи к северу от аэродрома находится Кавказский хребет. Туда взлетать нельзя и оттуда невозможно садиться. Поэтому и заход на посадку осуществляется только со стороны моря, и взлёт осуществляется только в сторону моря. Вот море расположено здесь. В определённых условиях при определённом ветре это может усложнить задачу. Но в ту ночь погода в Сочи хорошая. Ветер дует со стороны моря, и он слабый – 5 метров в секунду. В Сочи две взлётных полосы. Вот это хорошо видно, они так под острым углом расходятся. Ту-154-й взлетает вот с этой, с 24-й. Это её номер. Если грубо, то номер полосы – это магнитный курс, округлённый, поделённый на 10. То есть, если курс взлёта – 240 примерно, то полоса будет 24-я. Ветер – 20 градусов, то есть он почти встречный, как и положено. Видимость – больше 10 километров. Особая ситуация возникла в 5 часов 24 минуты 42,8 секунды. На седьмой секунде от начала разбега на скорости 70 км в час, когда КВС эмоционально начал запрашивать экипаж о курсе взлёта. Введение неустановленного радиообмена с применением ненормативной лексики и нарастанием эмоционального напряжения в экипаже на этапе разбега привело к упущению КВС контроля значимых параметров взлёта. Отрыв самолёта от взлётно-посадочной полосы произошёл на 34-й секунде от начала разбега на скорости 300 км в час. Они на месяц летали в Китай, на месяц летали на Дальний Восток, и в Венесуэлу, и на Кубу. Везде они летали. Та последняя командировка чем-то отличалась от всех предыдущих? Ну, это же естественно. Война. Мне, в принципе, изначально не нравилась идея этой командировки. Непонятно, для чего туда тащите весь коллектив. Обычно они летали концертной такой бригадой. И, что самое обидное, Слава должен был лететь первым рейсом. Уже было два самолёта. Но у него была ещё вторая работа. Он заранее договорился с людьми, не хотел никого подводить. И поэтому он попросил, чтобы его пересадили на второй рейс. Я думаю, что была какая-то психологическая обработка. Вот. Были какие-то беседы. И был инструктаж. Я об этом узнала потом, чтобы они оделись во всё чёрное. Все были с чёрными шапками. Мой сын надел красную. Потому что она была самая плохая, наверное. Ему было её не жалко. У меня никаких предчувствий не было. Но у нас был разговор за неделю, может быть, 10 дней до этого. И она сказала, слушай, Глебушка, мне уже в фрале будет 55. Я фонд не брошу. Но я хочу занять роль президента фонда и чтобы был другой исполнительный директор. И я хочу больше времени проводить с детьми, с тобой. Мы каждый год ехали в Алушту до Рождества. Этот период с 25 по 6 января. То есть возвращаясь к Рождеству. Я ей сказал, ну, мы там прогуляемся, будем гулять на набережной. И я всё тебе расскажу, обсудим это. И улетел. Но, конечно, в Алушту мы не попали. Ну, предчувствие у меня было. Я ему говорила, говорю, Володь, опасно. Он говорит, мам, ничего не бойся. С нами летит всё начальство. Всё начальство. Я говорю, и я вот, это вот мои слова, я сказала, поляки тоже всем начальством летели. На открытие памятника. И он говорит, ну, что ты сравниваешь поляков и наше Министерство обороны? Для Ромы это был обычный полёт, которых у него за эти полтора года было очень много. То есть никакое предчувствие ни у меня, ни у него не было. Мы целый день 24-го числа были на связи. Он провёл целый день дома. Занимался домашними делами, отдохнул. Я у него спросила, опять же, кого везёшь? Он говорит, Александровцев через Сочи. Мама часто спрашивала, задавала вопросы. Говорит, мам, ты не волнуйся, это как такси. Я иду на работу. Это обыкновенная моя работа. Говорит, ну а вдруг откажет самолёт? Говорит, мам, я, если надо, посажу самолёт с одним двигателем. И вот после катастрофы мы случайно узнали, что у него была такая ситуация, когда отказал один двигатель, и он посадил с пассажирами самолёт. То есть как бы без проблем. Вот этот вот... То есть он был готов, готов был к любой критической ситуации. После уборки шасси КВС увеличил угол тангажа до 15 градусов, затем отклонил колонку управления от себя. На 53-й секунде полёта в отступлении от оговорённой перед полётом высоты уборки закрылков 500 метров КВС на высоте 157 метров подал команду на уборку закрылков. В результате действий КВС органами управления в процессе взлёта самолёт на высоте 231 метр при скорости 360 км в час перешёл на снижение. Не буду вас грузить техническими деталями. Если интересно, вы легко найдёте этот текст в сети. Несколько человек из тех, кто видел официальное заключение, подтвердили нам, что детали совпадают. Поэтому самая суть. По версии следствия, командир корабля майор Волков ещё на земле начинает вести себя неадекватно. Он не до конца понимает, с какой полосы взлетает. После взлёта очень быстро отклоняет штурвал от себя и влево. В результате самолёт начинает снижаться с увеличивающимся левым креном. Возникает отрицательная перегрузка. Знаете, как на американской горке, когда начинаешь лететь вниз. Срабатывает несколько сигнализаций. Члены экипажа докладывают об этом командиру. Он и сам их не может не слышать, эти сигнализации. Но, цитата, «не предпринимает адекватных изменений параметров полёта действий органами управления». То есть, если совсем просто, Волков работал штурвалом и педалями так, что самолёт ушёл в большой левый крен и с высокой вертикальной скоростью просто врезался в воду. Давайте небольшую привязку к местности. Вот видите, взлетает самолёт. Он взлетает с той же 24-й полосы аэропорта Сочи, с которой взлетал Ту-154, и на этом же курсе туполь набирал высоту, и разбился он в 1200 метрах от берега. Этим материалам следствия мы наверняка можем доверять, потому что место падения зафиксировано очень чётко. Оно находится примерно вот там, куда я сейчас показываю, вот левее этого пирса, буквально в полутора километрах отсюда. Сейчас скажу очень важную вещь для понимания скорости развития ситуации. Вы найдёте в интернете много ссылок на то, что полёт продолжался 70 секунд, полторы минуты – это не так. Потому что полёт отсчитывался от начала разбега по взлётной полосе, а не от момента отрыва. А если считать то время, которое самолёт находился в воздухе, то это 39 секунд. То есть вы понимаете, как быстро развивалась ситуация. Давайте вернёмся к схеме. Вот так летел самолёт, и вот в этой точке он разбился. В момент столкновения значения параметров полёта составили курс 220 градусов, левый крен около 50 градусов, приборная скорость 540 километров в час, тангаж на пикирование 4 градуса, вертикальная скорость снижения 30 метров в секунду. Обломки самолёта поднимают с глубины около 30 метров. Спасатели подняли несколько тел, от остальных пассажиров остаются только фрагменты. Это мрачная, но важная деталь. Запомним её. Потому что, как скоро убедитесь, на неё обращают внимание многие родственники погибших. Ещё одно важное замечание здесь хочу сделать. В заключении говорится о приборной скорости 540 километров в час в момент столкновения с водой. Приборная скорость – это не скорость относительно земли, в данном случае воды. Её мы из документов не знаем, но на данном этапе полёта при данной погоде, скорее всего, она отличается от приборной незначительно. Но точные цифры мы из документов не знаем и сразу вам об этом говорим. Причиной катастрофы самолёта Ту-154Б2 явилось нарушение пространственной ориентировки ситуационной осведомлённости командира воздушного судна, приведшая к его ошибочным действиям с органами управления. Мы сейчас обязательно поговорим, почему многие этой официальной версии не доверяют, но давайте сперва объясним её более внятно. Простыми словами, как опытный лётчик, мы помним несколько тысяч часов налёта, может вести себя подобным образом. Важное замечание. Действующие пилоты с опытом полётов на Ту-154-х согласились пообщаться с нами с оговоркой, что непосредственно эту катастрофу они не могут комментировать, потому что они, как и мы с вами, не видели официального заключения. Поэтому мы говорим не о конкретной катастрофе, а о факторах. Итак, что такое нарушение ситуационной осведомлённости? Чувство, которое мы воспринимаем 90% информации – это зрение. Это наше зрение. То есть вы всегда то, что видите, воспринимаете за истину, как правило. И если вам будут говорить, что, извини, это не дорога, это дерево впереди, но если ты видишь перед собой дорогу, ты не поверишь человеку, что это дорога и всё. Здесь, опять же, визуализация. Человек видит прибор. Он на него смотрит, он видит, что он летит ровно. Он посмотрел за самолёт, а там ничего не видно. Ночь. Ночь. Ночь, облака, неважно, какая-то ситуация, там ничего не видно. И здесь вступает второе чувство – ощущение у человека. Но мы же можем понять, допустим, грубо говоря, закрыв глаза и начни наклоняться в сторону, ты почувствуешь, что ты наклоняешься в сторону. То же самое. Происходит какая-то эволюция самолёта, а так как человек не получает визуализации извне кабины, он видит только прибор, он получает ощущение, что у него самолёт, например, кренится влево и в сторону. И это ощущение очень сильное, потому что ты не видишь относительно горизонта. Ты видишь только прибор. Начинают выскакать сомнения. Может быть, это прибор отказал, но я-то чувствую, что мы влево валимся. А это ложные ощущения? Это ложные ощущения, да. Прибор работает правильно, а человек ощущает, что его валит влево. То есть это ошибка здесь? Это в голове. Да, ошибка в голове. Это вестибулярный аппарат обманывает человека. А это основная причина во всех авариях и катастрофах, которые произошли по причине потери пространственной ориентировки. Люди не верили приборам. Лётчик, который роняет абсолютно исправный самолёт в море, это либо недоучный лётчик, либо малоопытный лётчик, либо уставший лётчик. Другого я не вижу. Других причин. Можно понять всё. Можно понять, что лётчик не справился с каким-то серьёзным отказом. Можно понять, что лётчик плохо себя чувствует, и что-то произошло экстраординарное на самолёте, и он не смог выйти из этой ситуации победителем. Но когда лётчик роняет абсолютно исправную машину в море, это понять, конечно, сложно. Нарушению пространственной ориентировки командира воздушного судна могло способствовать возникшее чрезмерное нервно-психическое напряжение, обусловленное сочетанием ряда ситуационных, профессионально-психологических стрессовых факторов на фоне естественного эмоционально-физиологического утомления. Ну а теперь представьте себе, что человек не спал там 10-15 часов, он летал, он был в какой-то ситуации, там сложной погодной ситуации был, ну, к примеру, да, когда обход гроз там каких-то в горах, заходы тяжёлые, болтанка, ну, перенапряжение большое было. И это продолжалось, ну, там, в течение недели или 10 дней. Естественно, человек устает. Он устает, у него просто притупляется, ну, как, сколько можешь подтянуться на турнике? Ну, 10 раз я могу вот подойти сейчас и 10 раз подтянуться, да? Я после этого встряхнул руки, уже 10 я не подтянусь через минуту. Я подтянусь 8 раз. Потом я подтянусь ещё 5 раз, потом я полчаса отдохну, но 10 раз я уже опять не подтянусь. Для того, чтобы мне полностью восстановиться, мне нужен определённый период отдыха. Полёв было очень много. Я ему говорил, что так летать нельзя. У вас должен быть определённый отдых. Ну, видимо, с лётным составом была напряжёнка определённая, и часть лётного состава, но я не думаю, что она не могла летать, но суть в том, что летал очень много, очень много и сверх тех норм, которые были определены по документам. Это вот я замечал, и мне это было неприятно, потому что я был командиром полка и знал, сколько налётный состав положено полётов выполнять, какой налёт должен быть, когда он должен был отдыхать. Вот это меня всегда возмущало. Человек, который сидит сейчас напротив меня, попросил закрыть его лицо. Я могу свидетельствовать, что это военный лётчик в отставке с большим опытом полётов в качестве командира на Ту-154 военных, точно таких же, как разбился в Сочи. Имени мы не называем. Почему вы решили, почему вы попросили закрыть лицо? Ну, я пенсионер Министерства обороны, и мало ли какие воздействия могут быть. Встречались ли вы со случаями, когда у вас была значительная переработка по времени? Да, было. Было, было неоднократно. Давай, давай, вперёд, быстрее. Один раз мне сказали, ну, ты лети с командовым пунктом ВВС, мы тебя не остановим, будешь умирать, тормози, иди в гостиницу, тебе слова никто не скажет. Была такая гонка один раз за Надыря на Чикалочку, чуть ли не восемь посадок, куча пассажиров, собрать и развести их. И последний полёт, как сейчас помню, с Каменского-Уральска на Тамбов, я помню, залетел, вижу на восстомере 3000, у неё головка на бок хрязь, я уснул. Штурман, второй пилот, довели самолёт до Тамбова, и потом где-то на полторы тысячи меня разбудили, дали стакан воды, командир, мы прилетели. Ну, я зашёл. Это же грубейшее нарушение. Безусловно, грубейшее нарушение. Ну, я с этим справился. Усталость, накапливающаяся от бессонных ночей, от того, что ты не высыпаешься, устаёшь, сильно влияет на способность управлять самолётом? Да, это очень сильно. Вот именно усталость, она, как радиация, имеет свойство накапливаться. То есть невозможно сделать так, чтобы человек 10 часов отлетал, 5 часов поспал, 10 часов отлетал, 5 часов поспал, 10 часов полетал, и так бесконечно. Он уже спит, вроде отдыхает, усталость накапливается сама. Это приводит к притуплению внимания, прежде всего. То есть человек некоторые моменты теряет из виду. Он вылетел из Чикаловского как раз сразу в Сочи. До этого у него не было накануне никаких рейсов? Нет, нет, рейсов не было, да. И он со мной сказал, 24 числа. Мы с ним общались. О погоде он там написал. То есть он хорошо себя чувствовал? Он не устал? Он спал перед вылетом? Конечно. Это закон, потому что я сам, как лётчик, я и детей приучил, и жену приучил, что перед полётами сон должен быть однозначно. То есть человек должен отдыхать. Вот именно лётчик. И Роману тоже всегда говорил, что Рома, здоровье лётчика. Это первое, что... И поэтому он как бы неукоснительно это дело соблюдал и прекрасно знал, что, во-первых, вылет очень ответственный. Ночной полёт. А перед ночными полётами нам по всем законам положено отдыхать. Не менее четырёх часов перед ночными вылетами. Важный вопрос, который у многих из вас уже наверняка созрел. Ну хорошо, возможно, командир корабля ошибся. Мало ли что с ним произошло. Но мы же слышали, что в экипаже было ещё шесть человек. Из них двое, второй пилот и штурман, сидят непосредственно рядом с командиром. Почему они в виде развития ситуации ничего не предпринимают? Ну, во-первых, напомню, всё происходит стремительно. 39 секунд в воздухе. А во-вторых, здесь мы утыкаемся в одну из фундаментальных проблем работы экипажа. Она называется авторитет командира. КВС на самолёте бог всегда. Будь это военный самолёт, будь это гражданский самолёт, будь это два члена экипажа или пять членов экипажа, это всегда бог командир на самолёте. Он несёт за всю ответственность, он отвечает, и это предписано ему и его правами, обязанностями, инструкциями. Но, в отличие от военных, гражданские лётчики, мы проходим постоянно вот эти курсы психологические, которые вот как раз вот по взаимодействию экипажа. И проходим курсы вот по взаимодействию с бортпроводниками. У военных такого нет. Поэтому сложно сказать, какие у них взаимоотношения. А, в принципе, командир должен считаться с мнением экипажа. А не так вот я сказал, топнул ногой, потому что ты тоже человек командира. Ты можешь ошибаться. Эта тонкая грань между авторитетом и всё-таки прислушиваться к мнению экипажа, это очень важный момент в авиации. Утром я проснулась в каком-то таком тревожном состоянии. На телефон сыпались смс-ки. Я почему-то боялась даже посмотреть, что это такое. Даже не сразу взяла в руки телефон. Раздался звонок на домашний телефон. Позвонила бабушка моего мужа. А тут я уже всё поняла. Что чувствует человек, который узнаёт, что самолёт, на котором он должен был лететь, разбился? Ну, там... Ты понимаешь, по идее я должен был испытать, может быть, какую-то радость и ощущение второго рождения, но, во-первых, там разбились мои друзья. Во-вторых, там полетел человек, на месте которого должен был быть я. То есть, если бы я не отказал, этот человек был бы жив. Полетел вместо меня Миша Лужецкий. Миша очень хотел стать... Он же был продюсером, да ещё и продюсером изначально в программе ЧП, откуда многие, в общем-то... Многие-немногие, скажем так, Миша оттуда очень мечтал уйти, и у него появился такой шанс, когда его перевели в новости. И Миша хотел стать корреспондентом. И, собственно, как он оказался в этой командировке? Потому что понятно, когда вам отказывает уже Гарик и точно значит всё, что вы будете ловить. О, ну тогда Миша-то он конечно пойдёт, он бросит, оставит семью и полетит. И, к сожалению, так и получилось. И да, если бы не я, не мой отказ, Миша был бы жив. Ещё один звонок в Нью-Йорк в редакцию РТВА. Лиза Камин, ведущая в Нью-Йорке, она сестра Антона Губанкова, главы Департамента культуры Минобороны, который тоже был в том самолёте. Это её родной брат. Знаешь, мы были очень близки, на самом деле. Ну, я там иногда, конечно, смотрю и кому-то там показываю такие очень трогательные смс-ки. И вот, кстати, последний смс она была отправлена именно уже тогда, когда, в общем-то, его уже не стало. То есть, когда мне мама позвонила в три часа ночи, это, притом, это был так, знаешь, то есть, у меня была тусовка дома, потому что это было в ночь с 24 на 25 в Нью-Йорке. Рождество. Да. И позвонила мне мама. Вот я как сидела на кухне, на стуле, как я поняла, что это произошло, так я, в общем, с него встала в 10 утра, чтобы ехать в аэропорт. Я прилетела туда. Потом нам сказали, что, ну, то есть, идентификация останков и так далее, и так далее займет пару месяцев, поэтому, ну, то есть, собственно, церемония похорона, она еще не скоро. Я, естественно, забрала мать, и как бы через неделю мы вернулись обратно сюда. Ровно через неделю нам позвонили и сказали, что 16 января будут похороны. Нам сообщили, что нашли фрагмент Лёхова и кусок берцовой кости. Как бы, честно говоря, я, ну, как бы, я не верю, что там что-то нашли, и потом, ну, есть человек, который видел открытый гроб, там не было ничего, естественно, в этом гробу, кроме формы военной. Все. Поэтому я думаю, что все это быстро просто замяли, знаешь, чтобы уже, так сказать, отстреляться с похоронами. Я так понимаю, нужно было первой провести в спешке и побыстрее, чтобы как бы мы не вышли из шокового состояния. Но когда начали опознавать еще какие-то фрагменты, то есть они были собраны, и у нас 20 июня были вторые похороны, вторые гробы в эти же могилы. Других уже людей. Наших же ребят. То есть я своего сына хоронила дважды. Как так? 16 января и 20 июня 17-го года. Первые были с почестями, вторые я не помню. Просто был гроб более дешевый. В эту же могилу. То есть были найдены еще какие-то фрагменты, они были даже захоронены в другом гробу? Да. Нам предлагалось их сжечь. Все отказались. Это вот кошелек вам вернули, который был при вашем сыне, да? И все деньги, вот это все, что было? Да. Ни одежды, ничего нет. Ни сына нет. Вы согласны с официальными выводами расследования? Ну, как я могу согласиться? От моего сына остался зуб при метр девяносто. Он же не может один зуб. У моих подруг вообще не нашли ребят. Фрагментация тел наимельчайшая. Наимельчайшая. Двенадцать человек вообще не найдено. Испарились как будто. Они вот каждый раз говорили три составляющие мелкой фрагментации. Скорость, высота и удар обвода. И говорят, что двигатель прошел по салону. Папа начал как опытный летчик, тоже расследование проводил. Говорят, такого быть не может. Я как начальник службы безопасности полетов сам участвовал в расследованиях авиакатастроф. И хочу сказать, что самолет при тех фактах, которые предоставила служба безопасности полетов Байнетова, служба безопасности вооруженных сил, и от самолета, и от пассажиров не должно быть таких фрагментов. А что там произошло, я не знаю. Но, во всяком случае, расследование проведено однобоко. А что произошло, я не вправе и говорить, и, может быть, даже неправильно скажу, но произошло что-то, что очень сильно повлияло на дальнейшее выполнение полета. самолет оказался неуправляемым, хотя следственный комитет и служба безопасности полетов пытаются меня убедить, что самолет был управляемым. Но вы лично склоняетесь к версии... Не склоняюсь. Не склоняюсь. Никакой версии. Не склоняюсь. Потому что... Потому что потому. Я так понимаю, что вы выражаете точку зрения многих очень родственников погибших. Считаете, что на борту произошел взрыв и это было причиной катастрофы? Да. И я знаю, что у родственников были друзья, приятели, которые живут в Сочи и говорили о том, что стекла разлетелись у самолета и стекла собирались на берегу Сочи. На берегу Сочи собирались телефоны. Для проведения Олимпиады город Сочи провел работу «Безопасный город». Так это называется проект. Там много камер постели. Очень много камер на всех санаториях. И нету ни одной видеозаписи. Вам тоже не показывали? Нет. Там есть на набережной полицейские участки, которые тоже снабжены видеокамерами, направленными и на море, и на город. То есть должны быть видеодокументы, которых в деле просто нет. По поводу камер. Ну вот я сейчас стою на Адлерской набережной. Действительно здесь сплошные кафе-рестораны. Понятно, что несмотря на то, что в декабре много чего закрыто, камер здесь много. Но дальше сплошная спекуляция, потому что у нас нету никаких официальных заключений, на которые мы можем опереться. Направлены ли какие-то камеры в море? Можно ли с помощью этих камер увидеть момент катастрофы? Наверное, чисто теоретически, если там была яркая вспышка, наверное, что-то увидеть можно. Если самолет упал в море так, как в официальном заключении следствия, вернее, в том, которое было обнародовано на пресс-конференции, подчеркиваю, потому что официально мы ничего не видели, наверное, ничего нельзя было увидеть. Вот это сплошное «наверно-наверно-возможно». А почему это возникает? Возникает потому, что нет официально обнародованного заключения, к которому с доверием можно отнестись и на котором построить свое объяснение. Нет его. И всегда в таких случаях поверх официального умолчания возникает что? Возникают слухи, версии, кто-то что-то видел, кто-то что-то сказал, теория заговора. Ну и вот погнали. Я абсолютно четко понимаю, что не конфеты и подарки везли к Новому году солдатам в Сирии. Ну как бы это же понятно, что под маской концерта и какой-то благотворительной хрени, понимаешь, миротворческой, везли оружие. Это как бы ясно как день. Ты предполагаешь это, да? У тебя нету никаких данных. Да, моя версия, в которую я верю. То есть что везли оружие и каким-то образом что-то пошло не так, знаешь, как говорится. Эта катастрофа нельзя ее расценивать так же, как, например, взрыв. Если взрыв в воздухе и самолет загерметизирован, то, естественно, это будут мелкие обломки. Они будут рассыпаться, и радиус будет очень большим. А здесь, ну, мы видели по телеканалам, когда показывали фрагменты самолета, там не были мелкими обломки. То, что люди там видели своих родственников в таком виде, это, ну, совсем другое. Это человек. Это он мог там тут-то в аварию, там в автомобиль попадает и рассыпается человек. А все-таки в самолете. А сам самолет, там были достаточно большие обломки. То есть нельзя сказать, что это там был какой-то взрыв там или какой-то там. Ну, вот кто-то хочет скрыть следы вот этого разгильдяйства своего. Про разгильдяйство еще поговорим. Пока скажу, что версию взрыва любого и изнутри самолета, и снаружи условной, там ракеты какой-то, следствие отвергает сразу и категорически. Я честно скажу, я сам ненавижу вот такую ситуацию, вот эту невнятницу, когда очень много предположений версий и очень мало фактов. Но еще раз не перестаю повторять, мы в этом деле не имеем доступа к фактам, они засекречены. И поэтому я не могу вам аргументированно сказать, вот эта версия, на мой взгляд, правдоподобна потому-то и потому-то, а вот эта, скажем, не очень. Поэтому мой долг ознакомить вас со всеми основными версиями. Вот еще одна. Как я уже говорил, расшифровки бортовых самописцев засекречены. Но через двое суток после катастрофы фрагмент переговоров экипажа из черного ящика, который, как мы понимаем, к тому моменту уже поднят из моря, фрагмент публикует издание Life News. Слышал я эту расшифровку, там кричат, кто-то из членов экипажа кричит закрылки, и там идет ругань какая-то в кабине. Закрылки, закрылки, вот очень похоже. Либо рассинхронизация закрылков была у них, почему они стали вот на взлете вот такие вот издавать крики. Либо он потянулся и стал убирать закрылки вместо шасси. Покажи, пожалуйста, где шасси, где закрыл. Значит, Ту-154, хоть и большая, да, кабина, а шасси находятся в передней панели и закрылки в центральной панели. Кран-шасси трехпозиционный, убран, нейтрально выпущено, и еще сфиксатого, и закрылки в середине. Это responsibility, ну, то есть ответственность второго пилота, который он выполняет по команде командира. Существуют высоты, которые, ну, нельзя убирать шасси, ниже которой высоты, то есть ниже 10 метров, точнее, если быть, это 10,3 десятых метра, потому что это минимальная безопасная высота, ну, не сесть, то есть выше 10 метров убирается шасси, а закрылки убираются по скорости, да, то есть при достижении скорости закрылки, там, в зависимости от положения, с которым мы взлетали, допустим, закрылками 15, вот, скорость должна быть не менее 320 км в час. Что будет, если на меньшую скорость убрать закрылки? Закрылки начнут убираться, начнет падать подъемная сила, поползут углы атаки. Вот эти вот красные, да? То есть самолет начнет вот в такое положение становиться? Конечно, падать начнет. Очень легко перепутать, я сам летал 8 лет на Ту-154, и там рукоятка уборки закрылков находится рядом с рукояткой уборки шасси, и штурман, который сидит посередине между командиром и вторым пилотом, всегда, если молодой второй пилот тянулся не к тому рычагу, он сразу бил по рукам, так как он следил всегда за этим, это была его обязанность. И такие были моменты, когда вот рука тянется, кто придумал это, кто-то, кто конструировал этот самолет, он уже заложил вот эту ошибку. Если допустить, что на правом сидении сидел неподготовленный пилот, не штатный летчик, об этом собственно и идет, мое мнение основано на этом, не штатный пилот, то шасси из закрылки мог убирать опытный, так сказать, пилот, командир Кабля-Волков со своего командирского сидения. А как же он мог перепутать? Он же опытный пилот. Для этого, чтобы убрать шасси, нужно, сидя за штурвалом, потянуть правую руку вперед и вверх и убрать шасси. Но по дороге этой руки попадается сначала кран уборки закрылков. И ночью, там все подсвечено, ночью его рука натыкается на кран уборки закрылков, он ближе к нему находится. Я пролетал 10 лет командиром корабля, не будучи инструктором, и у меня не было ни разу, я ни разу не выпускал и не убирал шасси со своего командирского места. Потому что это не ваша задача. Это не моя задача, это задача второго пилота. Почему вы считаете, что второй пилот был кто-то другой? И кто это мог быть? В списке пассажиров был инспектор этой дивизии особого назначения. Фамилию называть не буду, он похоронен вместе со всеми. И он летел туда то ли проверять кого-то, то ли менять этот хмимин экипаж и мог просто подойти к Волку, может, они были в хороших отношениях, дай прокатиться, дай вроде взлететь на то, что я еще там. Я думаю, что такое было, потому что других объяснений перепутать очередность уборки шасси-закрылков просто придумать невозможно. А еще есть версия, причем о ней со ссылкой на источники в следствии писали многие СМИ, что самолет был перегружен, поскольку в Москве его залили топливом до Сочи, а вот уже в Сочи, как мы помним, под завязку. И если представить, что груз двойного назначения вопреки заявлению ФСБ на борту все-таки был, то значит мог произойти и перегруз. А еще было предположение такое, что груз мог сместиться в грузовых отсеках во время взлета и таким образом резко поменять центровку. Чувствуете, как молчание тех, кто должен бы нам все объяснить, погружает нас в этот хаос бесконечных допущений? Возможно превышение взлетной массы, раз. Возможно нарушение центровки, два. Возможно перепутали и убрали вместо шасси закрылки на взлете и самолет посыпался. То есть, если мы начнем гадать на кофейной гуще, мы в своих фантазиях можем, я могу сходу как профессионал рассказать сейчас с десяток версий, которые могли случиться на борту этого самолета. Но вопрос, зачем из этого делать тайну? Вы получили документ о том, что дело закрыто, правильно? Причем, насколько я понимаю, там написано, что в постановлении о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления содержатся сведения, представляющие густайну. Правильно? Правильно. Я, честно сказать, такого раньше не видел, что в постановлении о прекращении дела содержат сведения, в которых есть густайна. Вы понимаете вообще, о чем идет речь? Мне трудно отвечать на этот вопрос, потому что я не понимаю, о чем идет речь. То есть была гражданская акция. Были гражданские артисты, из которых только четыре человека были военнообязанными. Ваш сын был гражданским? Да, да. Гражданский артист. Вольно наемные такие, привлеченные к работе в ансамбле. И гражданская акция «Поздравление с Новым годом военнослужащих в Сирии» почему-то связана с государственной тайной. То есть тут важно пояснить, что несмотря на то, что артисты ансамбля Александра выступают в военной форме, это не настоящая военная форма? Это костюм концертный, который был запрещен носить в быту, где-то на улице, потому что они не имели права на ношение этого костюма только на сцене. И, соответственно, не являясь военнослужащими, они не имели права на пенсию для семей в случае, который произошел? Да, да. В этом случае все семьи родителей остались без пенсии по потере кормильца. То есть вы получили только вот эту единовременную страховую выплату, которая была вам выдана после единоразовой, после самой катастрофы. Это примерно 5 миллионов рублей. 5,8, причем она разделена в зависимости от состава семьи. А какая зарплата была? А зарплата была... 12 тысяч у него была. У него была высшая категория, артист хора высшей категории, 12 тысяч. Грант платили, должны платить, но... То есть плюс к зарплате был еще грант? Да, но он пока утверждался, его всегда почему-то выплачивали к концу года. И вот в январе он получил, допустим, 5 тысяч. А на 5 тысяч мужику и с семьей, и с ипотекой невозможно жить. Поэтому ребята вынуждены были искать еще дополнительные какие-то заработки. Они все пели в филармониях, бегали и в храмах. Но, как вы понимаете, вот, например, моего сына трижды звали выступить с Сретенским хором. И он трижды соглашался, и в последний момент он отказывал, потому что был звонок. Завтра у нас концерт. У вас только-то быть в форме, в ансамбле. И он звонил в Сретенский хор и говорил, извините, но я не могу. Естественно, предложения на этом закончились, потому что должна быть стабильность. Меня просто поразило, что вот после этой трагедии коллектив очень быстро восстановили. То есть еще не успели похоронить людей, уже сообщили о том, что будет вестись набор, набирает новый коллектив. Да, я понимаю, что ансамбль надо было возрождать, но как-то это было все такими темпами. 23 февраля они уже выступили в Кремле на концерте и даже не почтили минуты памяти, минуты молчания, память погибших. Вот это меня очень сильно поразило. Она скончалась 25 декабря 16-го, и я весь 17-й год, считайте, что меня просто не было. То есть я даже... Я даже ничего не помню об этом. Мне когда-то спрашивали, мне кажется, что я пытался весь этот год вспомнить. Мне казалось, что я с ней умер. Но было очень такое чуткое ощущение, что без ее меня нет. Через год вы занялись благотворителем. И потом, да. Но к тому времени уже пошло говно по трубам, и понятно было, что надо подключиться. Вы имеете в виду вот всю эту ситуацию? Да, это ужасно было. Они чуть не утопили полностью с справедливой помощью. Худшее, что могли сделать ее сторонники, это начать между собой сраться. Они начали между собой сраться. Уже есть там, я не знаю, сколько. Фонд «Доктор Лиза», фонд имени доктора Лизы, фонд «Доктор Лизы». Нет, я имею в виду историю, когда руководить фондом «Доктор Лиза» пришла журналист Ксения Соколова, они там переругались с предыдущими руководителями фонда. В общем, уголовное дело. Слушай, тут нужно все-таки называть вещи своими именами, потому что на Ксению Соколову написали донос в Следственный комитет. Это не называется «переругались». Сейчас, слава богу, это вроде как прекратилось, но остаточек-то остался. И вот эта борьба таких наследников «Доктора Лизы», которые говорят, «Лиза только меня любила, только я правильный», она, конечно, разрушает и весь ореол Лизы. Но нет, подвал на Пятницкой работает, слава богу. И слава богу, есть и другие организации, я даже не могу сказать про них ничего плохого, про эти организации. Я не хочу ничего плохого говорить. Плохо – это то, что люди, которые все любят и любили Лизу, между собой выяснилось, что начали грызться. Мы вот на Пятницкой улице, 17-й дробь 4, знаменитый адрес, подвал доктора Лизы здесь находится. Это такое место, куда с того момента, когда Лиза туда въехала, мог и до сих пор может прийти любой человек, который в сложной ситуации. В основном бездомные, конечно, приходят, но и много людей, которым, например, просто поесть нужно. Бабульки из соседних домов, молодые даже иногда приходят люди, которым некуда пойти, остались без квартиры, например. Я здесь не был никогда раньше. Она сидела непосредственно здесь, у неё стол стоял такой большой. Вот. И вот её портрет. А это? А это лётчик, с которым она летала. Лётчик МЧС, он тоже погиб. Но он погиб по другому поводу. Не в этом самолёте? Да, не в этом самолёте. Удивительно. Он после погиб или да? Да. А вы давно сюда ходите? Я, да, уже лет 10. А вы доктора Лизы помните? Да, я с ней лично 3 раза общался. Она часто на приём, у меня у Владимира Владимировича была в Крымле. Да, хороший человек был. Можно сколько угодно говорить, как это было. Неэффективно. Может быть, можно было бы сделать лучше. Может быть, она параллельно своей деятельностью подыгрывала одной стороне, другой стороне и так далее. Но она в реальности, на это всё ей было по барабану. Абсолютно. И она, собственно, за это и умерла. Потому что она умерла, когда она летела в... По сути, зачем она поехала в Сирию? Зачем ей это было нужно? Там идёт война, в которой мы участвуем. Там умирают люди, умирают дети. И если она может хотя бы одного оттуда вывезти, она сядет в этот самолёт и повезёт. И она, которая много раз летала. Этим и закончилось. Это ещё не вышедший фильм «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой в главной роли. По продюсеру и автору идеи Александру Бондареву не угадаешь, что он и сам был в фонде Лизы волонтёром. Посмотрел про неё документалку и понял, нужно к ней в подвал на Пятницкую. Ну и, в общем, была такая смешная история. Я прихожу такой, продюсер, пальто Кашемирова. И я говорю, «Здравствуйте, где можно Лиза Петровна?» И мне показывает, сидит такая маленькая женщина за столом. Я говорю, «Здрасте». Лиза была такой простой человек. Я говорю, «Что надо?» «Ну вот я там видел фильм, может быть, как-то я могу помочь вам. Завтра приходи на вокзал, поедем, будешь помогать кормить». Всё. Так началось моё знакомство с Лизой Петровной Гелинкой. У меня здесь 200 голодных пациентов. Сейчас будете нам мешать, они вам нахрен всё разнесут. А как Чулпан Хаматова появилась в этом проекте? Ну, это была просто очевидная очевидность, что кто может сыграть Лизу. Потому что у Чулпана тоже фонд. Потому что у Чулпана фонд, она всё про это понимает. Она по образу, по психотипу. По психотипу, да. Она похожа. И, в общем, на других вариантов... Они были знакомы в жизни, Лиза с Чулпаном? Значит, нет. Они не были знакомы и даже, по-моему, встречались только один раз на каких-то мероприятиях. И лично они встречались. Они разговаривали однажды три часа по телефону. Дело в том, что Лиза Петровна была очень сильным человеком. Вся её деятельность сопровождалась всё время дикой агрессией со стороны людей, которые не понимали, почему она кормит бомжей, почему она лечит стариков умирающих. А когда человек не понимает, по нему это перерастает в какую-то непонятную агрессию. Ей очень часто угрожали, гадили преддверию фонда. Это ещё до Украины, да? Это ещё до Украины было. И всё время было. Мы иногда смеялись над этим. Иногда были какие-то серьёзные вещи. Мы помогали ей с безопасностью. А потом началась Украина. И начались эти дикие обвинения, что она со всех сторон. Наша либеральная общественность, что она сотрудничает с режимом. Те, что с Украины, что она ворует их детей, продаёт на органы. И это её просто прострелило на вылет. Просто её броня рухнула. Я тогда впервые увидел, как она плачет. И Чулпан, узнав про это, она ей просто позвонила. Они три часа разговаривали, потому что Чулпан уже привычный к этим нападкам. И они просто три часа проговорили по телефону. Мне казалось стойким оловянным солдатиком. Сейчас позвоню, она отшутится, что-нибудь там, типа, говно не тонет, потому что у меня там как-то. А я ей позвонила, там такая пауза долгая, и потом я услышала слёзы. И она плакала, я не знаю, минуты две, наверное. Я так растерялась. Я готова была к какой угодно, что она будет злиться, осуждать кого-то, гневаться, проклинать, или отшучиваться. И вообще такой реакции я совершенно не ожидала, потому что она авторитет, она старше меня. Я не готова была слышать её такой слабой. Есть к ней претензии, что она сказала, я лично русских войск не видела в Украине. Я не знаю, почему она это сказала. Я не знаю, почему она это сказала. Наверное, потому что мы все люди. Наверное, потому что она тоже человек. Наверное, потому что она испугалась, либо потому что она не поняла, либо, может, она действительно их не видела, хотя я в это мало верю. Я не знаю, почему она это сказала. Я не хочу её оправдывать за эти слова. Но я прекрасно понимаю, что Лиза никогда в жизни не выступала за легитимизацию войны, за легитимизацию убийства. А как ты объясняешь, что, предположим, ситуация войны ещё объяснима, оставим её в стороне. Но мы знаем, что и проклятие, и даже угрозы Лиза получала и до истории с Украиной. Как ты объясняешь такую реакцию людей? Посторонних совершенно. Ну, я думаю, что это... Во-первых, под каждой ситуацией есть какое-то своё конкретное объяснение. Они все очень разные. Кому-то мешают... Кто-то просто не готов жить, радоваться этой жизни, просто зная, что кому-то плохо. Ну, дискомфортная ситуация, которая портит всю картину вокруг. И они начинают злиться на себя, наверное, в первую очередь, а тем самым отражённо на этих людей, которым нужна помощь, а потом ещё отражённо на людей, которые оказывают эту помощь. Сгорите все в аду. Да. Ну, вот как-то так, наверное. Вообще, под конец жизни ей очень тяжело было. Почему? Её во всех грехах обвиняли. Люди постоянно искали. Понятно, ну, где здесь... Ну, где здесь... Здесь что-то должно быть. Какой ты корыст должен быть. То есть что она от этого имеет? Это такое совковое сознание. Знаете, я докопаюсь до этого. И это... Писали о том, что она работает в хосписе, чтобы отстягивать квартиры от умирающих. Что она едет на Донбасс и потом продаёт на органы детей. То есть какие-то вещи немыслимые. Вообще, конечно, интереснее анализировать то, что случилось, ну, уже и даже и после смерти. Вот когда она умерла, и когда началась ещё одна некая следующая волна сведения счётов. Какие-то, наверное. Вот это было поразительно для меня. Это было просто поразительно. С точки зрения именно рассматривания общества как некого организма с проявлениями. Просто так... Так разглядывание вот этого. А с тех пор что-то переменилось, как тебе кажется? Где? За эти три года в России. Ну, мне кажется, их хуже стало. Мне кажется, это уже тогда. Это как бы... Такие были ростки, которые... Почему они и вызывали такую реакцию? Неожиданности. Ну, то сейчас это просто уже абсолютная привычная реальность, данность. Мейнстрил. Уровень злобы, агрессии в сегодняшней России зашкаливает все вообще допустимые нормы. Когда все случилось, мы помним, какие были комментарии. Тебя удивил такой объем злорадства? Не знаю. Я не скажу, что я этому сильно удивился. Я скорее это воспринял как факт. А, ну да. Ну хорошо, изваляли. Да, там был пост насчет НТВ-шек и так далее. Я это хорошо помню. Я не скажу на самом деле, Лёш, что я удивился, если честно. Я как-то уже стал привыкать к такому. Ты понимаешь, не знаю. Потому что у меня... Я когда все это читал, у меня с одной стороны было, конечно, удивление, отчасти негодование на такое отсутствие эмпатии. Люди погибли все-таки. С другой стороны, я понимал, что НТВ много сделало для того, чтобы вызвать такую реакцию. Ну, про Минобороны я вообще молчу, но НТВ тоже. Сделало многое, но у меня, понимаешь, тут четкое совершенно понимание, если люди погибли, то ну все, ну нельзя. Я знаю, что вы, как и почти все родственники погибших, давали следствию подписку о неразглашении. Совершенно верно. Скажите, вот не нарушая, конечно, подписку, вы понимаете, почему ее у вас взяли? Что-то такое вы знаете, чего не нужно знать всем? Нет. В моем случае нет. У меня в руках распечатка документа, который мы уже неоднократно цитировали в ходе этого выпуска, который в 2017 году анонимно утек в сети, который, скорее всего, является запиской Сергея Байнетова, напомню, это главный по безопасности авиации и вооруженных сил. Финальную часть этого документа местами хочется процитировать. Она называется «Недостатки, выявленные при расследовании катастрофы». Здесь много пунктов и подпунктов, очень много технических деталей, поэтому я прочитаю только самые-самые первые строчки некоторых пунктов. Один-один. В нарушении требований – один-два. В нарушении требований – один-четыре. В нарушении требований – один-пять. В нарушении требований – один-шесть. В нарушении требований – один-семь. В нарушении требований – один-восемь, один-девять, один-десять, один-двенадцать, один-тринадцать, один-четырнадцать, один-пятнадцать, один-шестнадцать, один-семнадцать – все начинаются одинаково – в нарушении требований. Речь там про подготовку полётов, подготовку экипажей, про следование федеральным авиационным и прочим правилам, инструкциям и положениям, про ведение документации и прочее. И вот я думаю, не здесь ли, не в этих нарушениях ли кроется та самая тайна, о которой никто не должен ничего знать. Может быть, думаю я, дело не во взрыве, ни в секретном грузе и ни в чём-то ещё невообразимо секретном, а в том, что мы в очередной раз хотим прикрыть разгильдяйство наверху, в результате которого экипаж майора Волкова оказался в той ситуации, в которой он оказался. Точно так же засекретили расшифровку падения в кукурузу. Где официальная расшифровка полёта? Нету. Но мы знаем, что там произошло. Мы прекрасно понимаем, как профессионалы, что это не то, что нам рассказывают. Мягко говоря. Когда мы видели посадку в Америке на Гудзон, то там, если я не ошибаюсь, три или четыре месяца шло расследование. И когда только после окончания этого расследования было понятно, что командир всё сделал правильно, что он не вышел за рамки никаких инструкций, документов, и всё сделал так, как надо было сделать, но случилось то, что случилось, после этого этого командира наградили. После этого. А не на второй день. Понимаете, да? Вот о чём я говорю. Поэтому это неправильно, в корне. Так не должно быть. И мы, наверное, эту расшифровку тоже не узнаем. Точно так же, как мы не можем узнать расшифровку падения Ту-154 в море. А это очень необходимо для профессионалов, для авиационного сообщества, да и вообще для понимания. Нам же работать дальше. Нам же надо работать безопасно. Нам нельзя убивать людей. И скрывать такие вещи, это, ну, как минимум неправильно, а как максимум просто преступно. Ну вот, друзья, как обычно у нас на канале все выводы вы делаете сами. Я нахожусь в, признаюсь, очень затруднительном положении, потому что обычно я в конце выпуска всегда говорю, что лично я для себя заключил и вывел по итогам снятого и показанного. И вот сейчас мне это сделать очень трудно. Потому что, что бы я ни сказал, это будет только мнение, предположение и теория. Потому что нету официального опубликованного заключения об итогах расследования авиакатастрофы, какой бывает после расследования всех авиакатастроф. И в отсутствие этого заключения все слова, они не больше, чем слова. Лично мне кажется, что скорее был человеческий фактор. Но когда на это родственники погибших, с некоторыми из которых я познакомился, и которым я чувствую глубокую симпатию и большое сопереживание, когда они мне на это скажут, «Лёша, что ж ты такое говоришь?» Ну потому что мы помним, они все придерживаются другой точки зрения. Мне на это ответить им будет нечего. Поэтому я скажу, наверное, только то, в чём я безусловно уверен. Молчать в такой ситуации – это самое худшее, что можно сделать. Молчать, не говорить, прямо секретить информацию. Потому что это тянет за собой недоверие к Следствию, к Министерству обороны, к государству в целом. Этого недоверия у нас и так в стране слишком много, а оно ещё умножается и умножается. И в таких ситуациях, когда есть человеческие жертвы, много людей погибло, такое молчание, оно выглядит верхом цинизма, граничащим буквально что с бездушием. Вот в этом я совершенно не сомневаюсь. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ